На театральную сцену обрушился водопад. Это часть задумок режиссера, предложившего сегодня почитателям Шаляпинского фестиваля премьеру оперы Турандот. Обстановка впервые вошла в программу. Историю о принцессе из Поднебесной посмотрела и наша Карина Насрудинова. Ей слово. На подмостках оперного экзотика Востока в европейской обработке опера Пучини Турандот. Предсмертная работа итальянского композитора. В афишу Шаляпинского история вошла впервые. Да и в принципе на казанских подмостках ее играли всего несколько раз. Сюжет оперы строится вокруг истории любви жестокой принцессы с Поднебесной Турандот и принца Калафа. Капризная принцесса испытывает претендентов женихи загадками. Справившись с тремя головоломками получит Турандот в жены. Ответивших неверно ждет погибель. В этом году за главной партией исполнили Ахмед Агадий из Мариинского и Оксана Крамарева, артистка национальной оперы Украины. Слышала о Шаляпинском фестивале, что здесь очень высокий уровень и очень приятно, что меня пригласили участвовать в этом фестивале. В спектакле задействовано более двух сотен костюмов. Все из натуральной кожи и дорогого китайского шелкова. Создать атмосферу Востока призвана и декорация. На подмостках Оперного вырос императорский замок высотой в 10 метров с гигантской лестницей и мощными башнями. Внутри декорация сложный механизм, благодаря которому бьют фонтаны с настоящей водой и низвергаются водопады. Фестиваль продолжится до 16 февраля. Впереди еще шесть спектаклей и два голоконцерта. Одно из самых ожидаемых событий – премьер Мариинского театра спектакль «Дон Кихот». На казанских подмостках зазвучит более двух сотен голосов артистов из северной столицы. Спектакль станет финальным аккордом Международного оперного форума. Карина Насрудзинова, Марсель Кадыров, Вести Татарстан.